Сначала обелила, зачерпишь влагу, ультрамаринчик, коричневый, получишь вот такой цветик. Естественный, да, достаточно такой? Да. И этим цветиком скроешь весь холст. Потом мы прямо на холсте будем производить дальнейшую смесь. Вот так лежачей кисточкой, штрихом равномерно распределишь. Примерно до вот такого состояния. Мешивать. Какой был подмешивал? Ну, чтобы добиться теплоты. Ну, коричневый же, желтоватый, если что-то нужно такое добавить. Смотри, желтый даст мгновенно зеленую. Поэтому мы с тобой возьмем вместо желтого кадмий красный светлый. Он тоже имеет степень теплого, но при этом он в меньшей степени даст зелень. Значит, вот так с белилами немножко разжижить. И прямо в эту краску, посмотрите. Исходя из источника света, а он здесь посередине. Здесь уже желательно, конечно, чуть дежать. Порядка, просто максимально. Смотришь, что происходит. Такой глиссировочный слой. Призвенно создать небо чуть теплее. Ну, мы сейчас попадаем в то, что там. Если хочешь, можно еще плюс-меньше делать. Значит, от середины начнешь, в сторонке пройдешься. Горочек у тебя пока... Ну, можно несколько раз, с каждым разом будет все светлее и светлее. Горочки пока не рисуют. Да, горочек у тебя абсолютно пока нет. Ну, и потом так на вытягивание. Так, после того, как немножко с небочком разберешься, мы с тобой пойдем от дальнего к ближнему. То есть сначала то, что подойдет. А это небо, горы. Приступишь к вот такому действию. Начерчишь линию горизонта. Как это можно сделать при таком положении вещей? Холстик-ногачок, посмотри. Поставил мизинец в упор. Зафиксировал мастихин. Протянул. Линию параллельному краю холстов. Правда? Ну, крайне сложно будет вот таким образом подвести. Можешь чуть ниже ее опустить. Примерно вот сюда. И мастихинчиком продолжишь методом царапания. Посмотри, как, под каким углом. Искать содержание. Содержание кармана. Где бы могла быть? То, что посветлее ищешь. Допустим, блики на воде. Где-то здесь. То есть все нацарапаешь. Сначала сниму. Смотри, как я пальцами убрал. Если у тебя не получится, или будут какие-то трудности возникли, то тоже пальчиками. Запыхнулся? Так? Запыхнулся уже? Нет. Давай чуть светлее еще в верхушечку туда. Пускай там солнышко засветит, ладно? Вот представь, что солнышко где-то здесь. От него светик кругами не распространяется. И все-таки нежелательно живописи маслом доводить до вот такого однородного состояния. Вот эти корябы, даже это мазками сложно назвать. Если вот, допустим, ходить в русский музей или куда-нибудь посмотреть, практически из картины в картину. Вот такая ситуация и есть. Когда не выпрошено. Волна появилась. Да, здесь с этим там немного дальнего плана. Да, хорошо. Там немного, а это еще даже и выше поднимается. Да, выше горизонта, действительно. Камень бьется и в брызге. Теперь давай немножечко с горочками поработаем. Коричневый драмалинчик. Сначала вот так смугло. Посмотри, как я буду работать. Не от линии гор силуэта, а от пятна. Вот я буквально вставил краску там, где точная, известная, темная. Затем смотрю в картинку. Практически весь угол заполнен скалискостью. Ну и затем сторонки. То есть я формирую от низи. Вдали они еще чуть-чуть сиреневят. Значит, туда моричек с розовым возьмешь. Появится такой сиреневый оттеночек. Правда? И сразу же в темноту сбросишь вниз. Внизу теневое отражение. Да? Ну, поработаешь сама. Причем та скала, которая поближе, она своей темнотой перекрывает ту, которая подальше. Видно там, это отчетливо. Практически из пейзажа в пейзаж такой изгибается. И появился уже воздушек. То есть там одно перекрыло другое. После того, как поиграешь с горочками, можешь немножко даже деталь-то у меня обогатить, возьмешь тот же ультрамаринчик и тот же коричневый, но еще и с голубой. И там, где наиболее тенистое место у волны, вот здесь, буквально заложишь глубину воды. Ладно? С помощью заложили. Ну, я сейчас... Ну, я вот в этом участке покажу, что дальше будешь делать. Сначала самое темненькое найдешь. И чуть-чуть вверх поднимешь вот так. Появится некое закругление. Пока сухенькое, без вещества, просто прицеливаемся. Найдешь камушек уже в краске. Вот здесь тенистые, свечки повещешь. Пену оставляем. Горочки все-таки это не горбатые. Это у верблюдов так. Горочки это все-таки скалистые. Можно даже, смотри, как пластихинчиком чуть с краской, и порезать, и придавливать, сделать их быстрее. Вот, присмотрите. Да, видите, вот тут все вожди. У каждого новичка вот такие горы. Они все-таки должны быть более остроконечными. Ну, или какими-нибудь не такими вытрубленными. Дальше что? Ну, с горочками, поняла, я думаю. Возьмешь мастахинчик небольшой, и там, где у тебя наиболее светло, в воде в частности, возьмешь и вынимаешь. После чего берила, плашмя мастахин, небольшое количество краски, вот так напачкаешь в те места, где вынимаешь. Уже создастся огонь. Давай. А, в воде вот так. Пойдем, вот здесь чуть-чуть, по горизонтальному. Уже смотри. Здесь тоже подчистись. Нет, здесь не взять. В воде циверненности, или только волна. Волна. Ну, почистить служит не для того, чтобы изъять краску, здесь ее практически нет, а просто прицелиться. Прицелиться. Да, оно станет чуть посветлее, и ты для себя будешь понимать уже, где что. Просто это легко исправить. Вот краску тяжело с ним, а царапанным стихийным пальчиком очень просто. Вот я ропотно покажу в пласту. Сначала создать вот эти царапочки, взбученность пены, а не задавливание краски. Понимаешь? Еще испортила. Не, не испортила, просто была облескаться. Может быть еще, ты знаешь, не помешала будем с тобой светлиночку в воду. Причем желтоватым оттенком. Посмотри. А сюда, в прозрачность. Вот сюда, в прозрачность. Ты, по-моему, этого и хотела, да? Посмотри, я сначала от края к очень коротеньким штрижкам, причем кисть не сгибается, она лопатой стоит. Посмотри. А ну-ка, премьи покажи. В чем ошибка? Побежала сразу вниз. Нет, пройдись по всей длине. И постепенно. Не спеши убегать. Тебя как-то сразу понесло в сторону. Посмотри, как картинки. Там буквально... Ага, ага. Чуть шире, штришочек. Хорошо. Понятненько. Затем, там, где у тебя пеночка. Прежде чем ее, давай покажем завал волны. Этот колесообразный. Видишь, я ребром мастихином. Причем, многие, знаешь, как совершают ошибку? Просто вот под такой траекторией характерные блики на воде. Не совсем так. Дело в том, что они сначала ровень, сейчас покажу, прямо, только потом начинают заваливаться. То есть, с идеей четверти круга нужно работать. Ну, покажи. Краску набери. Так, ага, вот эта вот. Угу. Крубовато работаешь. Чуть легче. Очень напряжена у тебя рука. Очень напряжена. Расслабь. Ребром, коньком. Чувствуешь? Угу. Не плашмя полностью всей плоскости, а конечком. Угу. Ну, освоишься. Давай дальше посмотрим. Что-то есть коричненькое в бережку. Правда? Вот здесь. Чуть плотнее. Причем, вот по такой траектории лежачей кистью буквально втискивая туда коричневый. Ты видишь, и сразу формируется горизонталь в песках. Да. Здесь можно более размашисто поработать. Угу. Не дотемнило камушек. Он там практически черный. Причем, имеет такое же по отношению к себе отражение и кистью. Очень навязчивые вот эти пятна и очень темные. Понимаешь, вдали не будет такой же степени тональной темноты, как и вблизи. Там за счет толщины воздуха все становится более нежненьким. поэтому ты поубирай вот эти активные удары тональной темноты, ладно? Ну и поработай еще с волной. Отрепетируй хорошенько пеночку с более нежным подходом. Не грубит тут, ладно? Прежде чем в середине не появится свет, заводить его в сторону. Пускай он сначала будет там, где действительно может. Вот это тоже лишнее убрать, закрасить. Там такого нет повинного. Все, в центр, внимание в центр. Не надо искажать действительность под таким углом. Оно, мне кажется, так подняется. Это тебе кажется. Все-таки горизонтально я тебе показывал. Сначала линии будут прямые, потом будем их искривлять. Ты уже слишком завернула. Вот если я не показал этого, значит делать не надо. Вот как я тебе рекомендую, так и работай. Очень много берем везде. Сейчас есть вероятность перепортить. Поэтому будь внимательным. Смотри в картиночку. Если там белого нет, его туда несут. Там есть светлые, но они настолько. Я понимаю. Но чтобы не приходилось размазать, делай так, чтобы было. Замечательно больно за весельным проживом. идем. Просто плашмя. Для того состояния как-то вдруг похоже на пену. Вот смотри, не беленький, а сиреневый. Синий сиреневый. Да, розовенький там еще чуть-чуть. Да. А ты там берилами полезла. Ай-яй. чуть-чуть рваней должен быть краешек. Посмотри. как он там себя ведет. Не просто полосой, а с интересностью. Как же на свет это подложить? Света туда добавить хочется. Понимаешь, все, что ты сейчас не добавь, в процессе общения с пеной ты изничтожишь. Поэтому надо было внимание пену убить. А что касается светлой, очень простенько. До свидания, этот цветик, который ты подмешал, подойдет. По такой же системе. уже один раз это делал. Да. Но еще знаешь, что такая хитрость? есть. Он не станет светлым, пока рядом не появится вот такой ферменты. Там есть это, посмотри, карточку. Красно. Можно даже до вот такой степени. закругление волну уважим. Вот так. Вот и есть светик, да? да. Да. Вот так. Вот так. Смотри, с хирком еще можно вот так, чтобы появилась мокрость песка. Ну и мастер-канчик. Смотри, с хирком. Смотри. 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 Давай вообще уберем его. Да он нужен только для того, чтобы, как говорится, оправдать вот эту волну. Чего она здесь так вот вздыбилась. Он должен быть таким намеком. Каким-то таким. Ну не скажи. Он слишком близко для того, чтобы быть намеком. Он близко, но в то же время вот все внимание должно сюда идти. А чего ты взяла, что там внимания нет? Нет, внимание там есть, но он отвлекает. Ты просто нога на него смотрела, по-моему. Может быть. Вот смотри, почему он отвлекает. Он единственное темное пятно справа. Ну да. И он перегружает картину. Вот мы сейчас сюда заведем темноты в воду и уравновесится. То есть ты понимаешь, что тебе что-то не нравится, но ты еще не совсем знаешь, что именно, в чем дело. Вот это один и пару метров назад. Правда, меньше он стал привлекать на себя. Из-за того, что тут появилась глубина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор inverted Х. Продолжение следует...